Оксида Легенды нам рассказывают о доме в маленьком городе, который был закрыт и оставлен на десятилетие. Этот дом предлежал богатой семье, но однажды все члены семьи, отец, мать, дочь и горничная совершили самоубийство. С тех пор соседи закрыли данный дом для собственной безопасности, потому что они считали, что этот дом, где все члены семьи покончили жизнь самоубийством, был проклят. Некоторые говорили, что слышали крики женщины из этого дома. А ты осмелишься войти в этот дом или нет? Ну, наверное, осмелимся. Что нам еще остается делать? Да фига твоя вообще не загрузила. Дом 2 может быть. Ну да. Давайте мы, да, просто постучимся, как всегда что-нибудь поделаем. Нам же больше всех надо. О, нам даже больше нет? Ну да, долго стучать, а лучше ногами, тогда откроется быстрее. Теперь вы внутри дома. Хорошо, я внутри дома. Загрузка. Так, сколько у нас тут локации? Локации у нас тут 5 штук. Так, первая комната. Жилая комната. Ну, скорее всего, здесь это имеется в виду гостиная. Так, что это такое? Это вот эта семья, да? Ребят, почему-то у вас страшные глаза, особенно у девочки. Ну, вы посмотрите, это же жесть просто. Как? Вот ну как? Мне очень страшно на нее смотреть. Так, 19 сентября 1964 года. Я что-то чувствую странное в этом доме. Я определенно почувствовала это в первый день, когда пришла сюда работать в качестве служанки и няньки. Я так боюсь этой вещи. Может быть, мне стоит уйти? Наверное, нафига ты вообще осталась с тобой работать, если тебя что-то не устраивало. Что-то там у нас не хочет работать. О-о-о-о, пошло дело. Ну, шо ж ты рыдаешь-то? Почему-то мне уже не по себе, ребят, я не знаю. Какая-то жесть. У меня записка не берется, а не сбилась. Какие-то разводы на стене. Что-то я ничего больше не могу тут сделать. Вообще ничего. Может мне... Блин, не знаю, ребят. Ну, давайте во все точки. Тут тыкать как-б... О-о-о-о, я тебе все... Теперь фотографии не берется. Даже нужна страсть Господня. Сейчас что-то произойдет, ведь. Не, ничего не могу сделать, ребят, вообще. чё-чё-чего! О Господи! ОА-а-а-а-а! Что ты тут делаешь, а? Ну, скажи мне. Год рождения дочери. Зачем это не? 4 января 1965 года. Иногда она разговаривает одна, иногда она смеется по ночам, и иногда она зовет кого-то. Дальше чё? О чём это письмо? Ээээ, с электричеством явно стало плохо. Ого, я так и думала, что, ребята, с вами что-то произойдёт. О, господи, да что же такое, а? Она не... Я не знаю, что тут имелось в виду. Но я, пожалуй, чуть подальше от экрана сяду, а то мне кажется, что сна. Ванная комната, боже мой, какая страсть. Какая страсть. Окей, ладно. Водичка. Святая Библия. О, я бы с собой её тут носила и не упускала просто из рук. О, да, давайте спустим, мы же так любили спускать. Слить не работает. Никого нет. Ну, явно кто-то появился. Занято. Занято. Слить не работает. Слить не работает. Я думал, он должен вдруг появиться. Чё ты там делаешь, а? Здесь никого нет. Ну ладно, может слиф сейчас. Упорно не хочет работать. Прям вяк. Больше, конечно. Святая Библия. Спасибо. Почему они могут делать? Ничего не происходит. Я не знаю. Я очень... Я и правда сожалею за то, что я сделал с нашим ребенком. Прости. Пожалуйста, прости меня. Я что-то с ней сделал. Оооо. Оооо. Не повесился уже. Ну бывает, да. Это занято, я же уже говорила. Или мы за Библию пришли? Ооо. Ооо. Это что ж такое? Он пропал. Сейчас он погибет бы где-нибудь. Ооо. 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 Да. Ну ладно, давайте дальше. Спальня. Это больше на детскую похоже. Ооо. Мишка. Какая твоя улыбка. Ооо. 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 Приемные родители Милль Руссен и Мэри Руссен. По моему. Ну ладно, хорошо. Эта Мишка. Ооо. Ну, ну ладно, мы узнали, что она была вызвучеренной. Ну, я могу сказать, что девочке, в общем, повезло, что ее удочерили люди богатые еще, если, конечно, они заботились о них должным образом. Хотя, я так поняла, что отец что-то с ней сотворил. По своей воле, не по своей. Не смейся так, пожалуйста, я пугаюсь. О-О-О, она еще и бегает! Я такую на эту мишку, как бы... Больше ничего не происходит. Но я не люблю, вот когда так... Долго ничего не происходит, а потом так резко БУМ на экране. Жесть какая, ребят. Вообще какая-то сомнительная девочка. Изуменная прям. Тебе нравится, когда эта штука играет? Тогда, может быть, ты не будешь меня трогать? Она действительно хорошо прячется, ты никогда не найдёшь её. Да уж, она любит играть в прятки, а я вот нет, это моя самая нелюбимая игра, она приходит каждую ночь. Пипец! Уйди, пожалуйста, отсюда! Уйди! Ты где? Ну где ты? Так, сейчас что-то произойдёт, ребят. Фак, у меня вот мурашки бегут. А что пишут? Поиграй со мной, девочка, я не хочу играть с тобой, ты мёртвая. Ну а это что? Родители и две девочки. Это типа Альма что ли очередная? Я не знаю. Блин, я не знаю. Ахахаха! Вообще! Ахахаха! Уйди, пожалуйста, вы какая-то страшная! Иди вон! Уйди, пожалуйста! Что? Ахахаха! Нет! Скотина! Ладно, посмотрим Так, рабочая комната А чё так темно? Так, давайте зажжём свет Какая-то верёвка Кто-то, видать, на ней висит И мне кажется, это тот мужик в ванной Нитрик осет Нитрик, это нитритная, что ли, какая-то кислота Яд Наверное Не Трогаю я эту верёвку И дальше-то чё? А, вот Свидетельство о рождении Подтверждает, что Родилась Алрена Руш 8 октября 1947 года Это в Вудлэнде Миллер Руш и мать Мэри Свенсенс Ага Мэйден Нейм оф Мадер А, девичьей фамилии Матери Ну понятно 1947 год, ребят Начинается с милитого рождения Новый день О, сделайте, если я там не всё как бы привела за собой Ой, извините Суть А сейчас не был Неболённый день Простите меня, что я тут так как-то, возможно, зеваю немножечко. Так, ну чё? Как бы мы... Чё, ничего-нибудь будет происходить? Сейчас же ведь ничего-ничего, а потом как... ХОПА! Какая-нибудь бушка вылезет. Всё, и всё. С этой верёвкой явно что-то должно произойти. Ну, не просто так-то. Ну вот, я включаю-выключаю свет. Больше как бы я чё-то ничего не могу делать вообще. Ну всё, как бы. Тут больше тыкать не во что. Яд. Выключатель. И вот это свидетельство... рожденья. Всё. Больше ничего. И чё дальше? ОООООО, Господи! Ну так и думала, что сейчас что-то произойдёт. Ну что стало lower. Ну это ужас просто... Ой, тёти. Что ты тут делаешь, а? Ну как? Вот кто тебя підтянул на верёвке? Просто. Сейф-рум? Ну, я думаю, это не сейф-рум. Как в Ларфуде. Какая-нибудь комната с сейфом, что ли? Ну, что-то же ведь должно произойти, да? Вот, свидетельство о рождении. Мертвая повешенная женщина. Что такое? Я не могу больше смотреть, как ты страдаешь. Как ты так страдаешь боли. Ай, эта земля тебе будет пухом. Моё бедное дитя. Что так произошло в этом доме? Я вот вообще уверен, что здесь, как бы, смотри, что он всё дело восстанчивается. Опять, может, кто кого убил? О боже мой. Я несчастное дитё. Кошмар. Ну, что дальше-то? Меня никто больше не напугает. Ну, ребят, ну как? Ох! Holy shit. Просто. Хорошо. Комната с сейфом. Комната с сейфом. Ну, или, там, я не знаю, хранилище. Нет, правда, комната с сейфом, действительно. Мы его открыли при помощи того ключа. Что тут надо набирать? Ну, у меня, как бы, на ум приходит только год рождения, который там был указан. Там уже, по-моему, в первой комнате, со служанкой, там был листик какой-то. Ну, точно. Местик, что год рождения дочери или что-то такое. Непонятно. Почему? Почему я должна умереть, мама? Я хочу жить. Во что бы то ни стало. Конечно. Ребёнок. О нет. О нет. О нет. Ползи обратно. Что ж такое? Сейчас появится ведь бука. Погнешь свет? Да, пожалуйста, уже напугай меня. Нет, опять играет эта жуткая музыка. Девочка, пожалуйста. Ой, fuck. О, ну нет. Ну что, ты появишься, да? Вот. Ой, не страши, не уйди. Ой, кошмар. Ну, пожалуйста, давайте уже пугайте. И что дальше-то? Ой, какая же ты страшная. Жуть. Ох, ребят, ну ладно. Мы нашли ключ от специальной комнаты. Ладно, пофиг с этой специальной комнаты. Мне уже, честно говоря, вот этих двух частей дома хватило. Не, ну вообще, очень неплохая вещь. Очень-очень хорошая. Действительно пугает. И, ребят, конечно, играйте в это обязательно ночью. Потому что днем и там, ранним вечером, допустим, там часов 8, 8 или 9 садится сейчас, во всяком случае, летом. Это будет не тот эффект. Вот я сейчас сижу в полной просто темноте. У меня вот горит только экран компьютера. И все. Эффект просто потрясающий. Еще, конечно, гарнитуру у вас будет, наушники, то вообще супер. Вот. Ну что ж, ладно, ребят, всем огромное спасибо за просмотр. С вами была Ксида. Надеюсь, что вам этот ролик понравился. Ждите новых летсплеев. Всем удачи и пока.